Всем привет! Готовим сегодня творожно-маковый пирог. Побалуйте своих родных и близких вот такой вот красотой. А вот что нам понадобится для приготовления нашего пирога. Значит, килограмм творога, 3 яйца, 2 столовых ложки крахмала, 2 столовых ложки ванильного экстракта, 100 грамм сахара и 100 грамм сливок. Сахара можете себе выбирать по вкусу, пропорцию сами. Значит, все это нам нужно перебить погруженным блендером. И вот у нас получается вот такая, не сильно густая, но и не жидкая, творожная масса, которую мы делим пополам. Нам нужно ее разделить, не обязательно это должно быть 50 на 50, но более-менее равномерно. В одну половину мы добавляем лимонную цедру, цедра одного лимона. В другую половину мы всыпаем тертый мак, грамм 20-25. Все это хорошо перемешиваем. Одно и второе. Вот такая масса у нас получается. Мака тоже, смотрите, по своему усмотрению. Можно больше, можно меньше, как вам больше нравится. Вот ингредиенты, которые нам понадобятся для шоколадной части нашего пирога. 100 грамм муки пшеничной. 1 чайная ложка разрыхлителя. 50 грамм сахара. 2 яйца. 15 грамм какао. Какао можно пропустить через ситечко. И 100 грамм размягченного сливочного масла. Все это хорошо перемешиваем до однородной массы. Для нашего пирога нам также понадобится грамм 100 вишни в собственном соку или замороженной. Начинаем строить наш пирог. На низ пирога выкладываем тесто с маком. Приблизительно половину. Затем сверху сырную массу с лимоном. Тоже половину. Потом выкладываем шоколадную массу. В хаотичном таком порядке. Не обязательно размазывать. Вот такими вот шариками. Где больше, где меньше. Имеет значение. Между ними находим место для вишен. И сверху опять заливаем сырную массу, которая с лимонной цедрой. Тут мы немножечко разровняем. Чтобы везде попало. И сверху в заключении масса с маком. И отправляем это в разогретую духовку. 180 градусов. А вот и мой пирог с пылу с жару. В духовке он пробыл 45 минут. Но он должен остыть полностью. Мы его оставляем отдыхать до полного остывания. И потом будем нарезать и пробовать. И вот такая вот мозаика интересная у нас получилась. Каждый кусочек имеет свой индивидуальный рисунок. Где больше творога, где больше теста шоколадного. Ну и вишенки попадаются. Не в каждом кусочке. Вкус, конечно, необычайный. Всем рекомендую. Очень вкусный пирог. Всем приятного аппетита. Пока-пока.